Всем привет, с вами Ирин, и сегодня мы посмотрим уровень, который я сделала для теста своего персонажа АИ, искусственного интеллекта, такой вот парень симпатичный, который будет за мной ходить, преследовать и убивать меня, собственно, это все, что он будет делать, ну почти все, вот такой он красавчик, это бесплатный персонаж, на которого я повесила некоторые штуки для кастомизации, в общем, разные вещи. которые ему придают уникальный облик, сейчас посмотрим, как он будет себя вести, как он будет на меня реагировать, где-нибудь встанем вот так вот, чтобы за спиной у него появиться, и видим, что он идет, идет патрулировать, это первое, что он умеет, первое, чему учат обычно на всех уроках по искусственному интеллекту, да, и еще он болтает, а вот сейчас он меня заметил и бежит за мной, а я прячусь в шкафчике, а он меня достает из шкафчика и бьет, ой, 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 сколько много реплик сразу, и два виджета создалось, ну тут еще все не без косяков работает, конечно, нужно все это еще дорабатывать, реплики нафлаиваются друг на друга иногда, куда он пошел, он меня пока не видит, я ему поставила реплики, нейтральные, когда он просто патрулирует, меня не видит, потом, когда он меня заметил и ищет, а потом, когда он меня видит, и потом, когда он меня убивает, и когда он атакует, ну вот, он меня увидел, ну-ка, он видел, как я прячусь, если он видит, как я прячусь, он меня достанет из шкафчика и будет дальше бить, пока я от него не убегу, а убежать от него очень сложно, вообще-то я здесь, алло, ты в порядке, ага, заметил, ну бывает так, что мимо меня проходят в двух шагах и не замечают, давайте возьмем оптишку, если я, конечно, успею ей воспользоваться, что очень вряд ли, давайте еще раз проверим, если я сюда спрячусь, он пройдет мимо опять, да? и теряет меня из вида, а сейчас он меня атаковал, хотя я от него находилась достаточно далеко, дальше, чем радиус атаки, если я спрячусь, он откроет дверь шкафчика, если у меня будет мало здоровья, он сразу меня убивает, давайте возьмем еще раз аптечку и последим за ним, если к нему подойти слишком близко, я сейчас не успела к нему подойти, он меня раньше заметил, в общем, если подойти к нему близко, он сразу меня увидит, он отреагирует на прикосновения, ну, точнее, на пересечения личных границ и атакует меня, ха-ха-ха-ха, очень смешно, очень смешно, как он меня заметил, он патрулирует рандомно, кстати, может пойти куда захочет, в общем, я тут расставила точки, и он может пойти к любой из них, как сам решит, от него почти невозможно убежать, он очень быстрый, он быстрее, чем персонаж, чем игрок, от него можно убежать только если вот эта голубая шкала, стамина, она заполнена, только тогда у игрока есть небольшая фора, чтобы от него оторваться, так, он меня не заметил, давайте зайдем сюда, в туалет, это будет туалет, наверное, но пока здесь ничего нет, это просто, это просто локация для тестов, у меня есть инвентарь, кстати, на тап он открывается, и здесь есть, можно выкинуть вещь, поднять, что еще, изучить ее можно, использовать, но пока не могу использовать, потому что здоровье полное, а тут у меня есть секретка, стена, за которой прячется секрет, я закрою дверь, потому что если он сюда зайдет, он на меня нападет и все испортит, omg bs be Ins sondern c c lint your skill rises you are faster very well you are stronger your power grows We pa w rq congratulations remember these skills and victory will be yourese unreal unstoppable o'tak такой звук здесь проигрывается если подойду к этому граммофону но это я для себя сделала такую секретку в качестве поощрения потому что саму себя не похвалишь никто не похвалит давайте давайте дальше будем испытывать нашего противника что он еще умеет нашел еще способен может быть еще какие-нибудь баги уловим а он меня видит ну давайте посмотрим если я не буду бежать он будет меня бить просто шагом от него если допустим я его здесь запутаю вокруг колонны буду ходить но все равно будет меня преследовать и когда он не убивает то камера к нему поворачивается спасибо если вообще не буду на него смотреть вот вообще сейчас увидим у меня повернет к себе перед тем как купить замечательно вообще не дает ничего сделать пока что почему-то он идет именно туда куда я давайте еще раз потестим шкафчик вот сейчас у меня потерял из виду потому что когда я пряталась только лизия шкафчика дверца дверца шкафчика меня от него закрыла на секунду и он меня потерял из виду хотя по сути я спряталась на его глазах но он как бы меня не заметил давайте подождем я не могу пока я в шкафчике использовать аптечку и не могу включать фонарик я это отключила я пытаюсь включить но я не могу есть фонарик у меня есть здоровье у меня есть выносливость бега а ну спасибо он не тут подкарауливал почему-то он два раза это сказал опять два раза виджет создался два раза сказал реплику убийство в общем баги еще здесь есть нужно еще все вот это проверять исправлять все ошибки чтобы он два раза то же самое не делал чтобы он корректно ко мне поворачивался когда это нужно еще есть такая вещь что когда он меня ищет он может просто подойти встать лицом к стене и тупо стоять втыкать в стену хотя понятно что я там нигде спрятаться не могу у меня есть более продвинутая система навигации для него я ее создала но еще пока не тестила током потом попробую чтобы он чтобы его патрулирование было более логичным а пока он просто останавливается в рандомных точках увидел все-таки меня у него зрение радиозрение не такой же большой но все-таки он может не заметить давайте попытаемся убежать каждый раз когда он меня видит он что-то кричит если я тут встану меня видишь на ровку ой совсем близко был на не увидел меня джон сломи да и шуми оваку шел дальше дайте пока используем аптечку пока у нас есть время все ясно если я убегу нет от него не убежать ну точнее можно можно но сложно но это так и задумано чтобы представляла большую угрозу он умеет открывать двери и закрывать за собой ну конечно я его закрою здесь он пройдет прямо через дверь и будет ловить меня дальше когда он проходит через дверь я отключаю коллизию двери чтобы он не застревал так что он через нее спокойно проходит ахахахаха И вернуться к нейтральному состоянию. Да-да-да, иди давай, гуляй. Ладно. Кажется, он ушел. Его нет здесь. Нет, я его не вижу, не слышу, значит, он далеко. То есть, по звуку можно услышать, как он далеко, и я ему сделала... ...специальные такие настройки звука, чтобы... ...реплик, чтобы по звуку можно было определить, насколько он далеко или близко. В общем, так мы будем от него ходить. Ходить прятаться и... ...в это же время выполнять какие-то задачи. Тут пока нет никаких задач, никаких загадок. Потому что я просто проверяю его поведение. Вот он пошел, меня не увидел. Пошел в другое место, а я пока пробегу. И спрячусь, наверное, в туалете. Закрою за собой дверь. Хотя это бесполезно, он все равно умеет ее открывать. Аптечку я не подняла. У меня ее нет. Кстати, когда я поднимаю предметы, у меня также появляются цели. А, здравствуйте. Он уже меня нашел. Он везде меня найдет. Это очень здорово, на самом деле. Ну, частично он работает, как задумано. Частично он работает не так, как задумано. Потому что багов еще много. А вот такое у него древо поведения. И да, изучать его это весьма сложно. Потому что это не то, что обычный blueprint, где у тебя просто один график, и ты там строишь поведение. А тут еще разные операторы, декораторы, сервисы. И все на свете в одном древе поведения. И нужно в этом не запутаться и не забыть, что за что отвечает. Вот так же я здесь делала несколько собственных сервисов и заданий. И они работают. Не знаю, насколько правильно они работают. Похоже, не совсем правильно, потому что некоторые ошибки все-таки вызываются. И мне потом придется вычислять все. Что это за ошибки, почему они возникают? Тут все очень сильно зависит от всего. От всего, от порядка, например. Тут все выполняется в строгом порядке, поэтому нужно следить, где какой узел, за что он отвечает, в каком порядке идут задания. Все вот это нужно держать в голове, поэтому... Лучше садиться за движок, когда уже отдохнешь, выспишься. Если садишься в сонном состоянии, уставшем, то лучше ни себя, ни движок не мучить. Ну что ж, думаю, можно на этом заканчивать. Все основное я рассказала и показала. Буду дальше дорабатывать своего персонажа, его поведение и уровни. Ну и саму игру постепенно буду делать. И мне действительно это очень-очень нравится. Unreal крутой движок. Все, я от него тащусь, я его всем советую. Лучше не мучайтесь ни с Крэнджином, ни с чем-то другим, а сразу переходите на Unreal. И вы не пожалеете.